Ребята, всем привет! Сегодня здоровье, наверное. Мы сейчас сидим в машине, потому что будем пришвардроваться, упаковываться. Мы приехали в Севастополь и планируем провести этот день здесь. Поэтому я вам покажу, что здесь есть в городе. Я здесь второй или третий раз. И вот сейчас мы с одного берега переправляемся на город. Так что всем приятного просмотра и давайте посещаем снова с Казахстаном. Здесь, кстати, дельфинари. Дельфинари стоит 600 рублей детям от 5 лет до 14. И затем уже 1000 рублей стоит. И представление это, по-моему, в 11 часов, в 2 часов, в 5 часов. То есть 3 раза, прошу прощения, в день. Ну, людей очень много. Мы мимо проходили. Очень много людей стоит в очередь. Там вот папа стоит мой, Астасий. И очень много людей, и очень много вот за завал, которые вот ходят. И они зовут на экскурсии различного чем-то на Москву. Потому что там очень много людей ходят и с табличками, и без табличек, и с фотографиями какими-то. И, мне кажется, вот где-нибудь поработаешь, и голова будет очень сильно болеть от этого постоянного гула и шума. Но красиво. Здесь, получается, находится памятник затонувшим кораблям. И рядом с ним такой импровизированный пляж, на котором вот каждое утро, когда погода позволяет, естественно, Собираются вот пенсионеры, они здесь занимаются спортом, делают различные упражнения. А потом вот здесь купание, кстати, поставили. Спуск в воду сделали. Вообще очень здорово. Ну, в общем, все, ребята. Мы уже прошли немножко по городу, посмотрели так обзорная небольшая у нас экскурсия была для себя. Сейчас мы направляемся обратно к причалу и уже проплывем обратно в северную начальку города Севастополя, чтобы затем отправиться в Алубку, потому что мы хотим попасть на Ласточкиное гнездо. Итак, вот на заднем звании Таисия что-то хочет от бабушки и от дедушки. Очень, кстати, много туристов, очень много детей из Артека. И все так организовано, там без криков. И готовится, кстати, вот там сцена демонтируется, потому что вот завтра день флага Российской Федерации. И я думаю, что здесь будут какие-то там гуляния, маски, возможно, праздники. Вот, так что пойдем дальше. Здесь, кстати, вот повсюду стоят вот такие вот стенды и зазывают на экскурсии. Экскурсии, кстати, вот на катере мы послушали, 500 рублей стоит для взрослого и 250 рублей для человека. И вот как раз тут детки из Артека. Мы самые крутые дети России. Оно видно. Вот, здесь вот тоже выставка какая-то, рисунка в проходе, здесь тоже сцена. Ну, в общем, все так чистенько. Я когда была последний раз здесь, это было лет, наверное, 6 назад, то было достаточно, ну, как, не то чтобы грязно, ну, неухоженный был город. Вот, а сейчас приезжаешь и все так красиво. Стоят машины, убираются цветы, мусор вывозится. Все очень так цивильненько. Там, если вот видно вдалеке, то мужчины, они сажают цветочки. Сейчас на клумбах меняются. Вот папа мой меня фотографирует. И вот мы идем дальше сейчас вот под мост. И затем снизу уже пойдем по причалу. Очень много, кстати, развлечений для детей. То есть на машинках можно покататься и шарики, и сладкая вата. Все что угодно, вот как в парках. Очень много сувенирных лавок. И здесь же морская тематика, все это развито. Поэтому очень много продается всякого рода тельняшек, для детей, для взрослых, и платья, и шорты. В общем, кепочки, шапочки, как обычно. Те, кто были в городе Севастополе, они наверняка знают, что здесь популярно. И с года в год ничего не меняется. Здесь вот заплетается что-то. Мы, кстати, прошли мимо улицных забегаловок. И вот, знаете, ничего не меняется. Годы идут, ничего не меняется. Музыка та же самая. Там и Сердючка, и Савичева, чего-то только нету. То есть вот на все настолько родное, и ничего нового, что вообще. Мы сейчас приехали на смотровую площадку, которая называется Ласпи. Здесь выходит вот такая вот небольшая церковушка. Здесь, опять же, всякие сувениры, кафе, ресторанчики. Мы сейчас пойдем туда наверх, на смотровую площадку, смотреть, что там находится. Заяц. Кто там? Да? Большой? Все, он ушел, заяц. 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 Мы уже в Алупке и хотели снять жилье на сутки. Но не получилось. Потому что женщина, к которому мы подошли, в общем, она предложена за полторы тысячи, потом за две тысячи. обзвонила там несколько человек и никому не нужно наставать и при том что как она выразилась но у меня уже три дня квартира пустует на я не буду сдавать в общем уже в олупке я здесь мусорбурга в общем заселились мы не то чтобы там искали это супер мега крутое жилье но мы нашли там через знакомых оно недорогое в принципе там все есть то есть нам самое главное было чтобы чистая кровать была где спать и горячая вода и можно было бы утром приготовить завтрак в принципе такое место мы нашли но вообще нам вышло что-то около 1200 по-моему рублей это не дом это не квартира хотя тут все вокруг говорят что сейчас не сезон и квартиру все пустуют почему-то никто не хочет пускать на сутки но в общем это как летний дом там летняя дача она еще называется но с видом на море конечно там немножко в зарослях видно это море комната такая к ней кухня и туалет которым сделан душ то есть все просто никаких изысков самое необходимое мы зашли покушать ресторан который называется таверна я тоже заснимала мы взяли комплексный обед это суп первое второе это было каша с мясом и салат плюс напиток и все в принципе мы пообедали это было вкусно недорого и много и потом мы решили прогуляться на магазин нам сказали что ну вот вы пройдете немножко туда 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 ну мы пошли в итоге заблудились я спросила девушку которая вот организовывает экскурсии как нам добраться на коврит ну вот вам нужно идти туда но это минут 15 еще и в общем даже по прямой от того места мы заселились это около получился наверное идти поэтому настолько длинная прогулка получилось магазин мы еле-еле нашли потому что там если здесь как-то я так понимаю что-то окраина там все мы сейчас находимся там самый центр там еще какая-то автостанция и народу очень много очень много машин очень много всяких магазинов туристов все это очень громко и магазин как-то так спрятан среди других лавочек поэтому его отыскать было очень сложно мы сейчас уже закупились всем необходимым для ужина на завтра на утро чтобы приготовить и сейчас пойдем домой наверное приведем себя в порядок и вот нам принесли борщик на первое доброе утро мы сейчас собираемся на ласточки во гнездо вот уже собрались сейчас 8 часов утра транспорт здесь конечно ходит жестко в общем мы сейчас идем до воронцовского дворца который здесь находится потому что мы не смогли влезть в маршрутку люди конечно воспитание меня просто поражает каждый раз люди не могут салона как-то скомпоноваться все стоят и получается что те кто хотят зайти на остановки они не могут зайти автобус ездит и поэтому мы сейчас идем до воронцовского дворца пройдем через него через этот парк и сядем на другую маршрутку и поедем уже глазочками у гнездо у нас конечно отговаривали три человека который мне третий сети чтобы спросить дорогу поэтому не знаю насколько там все классно насколько там все сделано хорошо потому что я просто ни разу было лет четырнадцать назад наверное вот если доедем то уже покажу все мы уже зашли в парк здесь вот как раз таки гольф машинки поехали ребята на работу мы сейчас будем прогуливаться до восточных ворот по моему и там уже сядем на транспорт чтобы ехать дальше но здесь кстати очень красиво единственное что очень пахнет я даже не знаю тормозами машинными потому что ездят по дорогам просто ужасно и газуют и очень быстро и не так уж много мест для людей для пешеходов потому что не предусмотрено маму сходим сначала по виду ребята вот такие вот цены если вы вдруг решили посетить французский дворец и я кстати расскажу по поводу машина которую можно взять в общем за 800 рублей вы можете взять обзорную экскурсию по парку вы катаетесь на вот на картинг машине в гольф кары за 200 рублей вас довезут в любую точку парка и за 100 рублей вас довезут до выхода из парка то есть в принципе я не сказала что это дорого потому что парни которые ведут машину они рассказывают о достопримечательностях что здесь есть и об истории поэтому заплатить за одного человека 350 рублей за вход в сам дворец либо за 800 рублей например на 4 человек и разделить и проехаться просто по парку посмотреть я считаю тут уже может выбрать каждый сам в общем чтобы дейфель дала ласточкиного гнезда это будет стоить 30 рублей от воронцовского дворца на маршрутке я прошу прощения что опустила и здесь кстати очень много зазывал они фотками и снимают так что мы сделали фотографии и решили что не зря сюда еду поэтому заплатили 200 рублей на 4 фотографии 10 на 5 плюс маленькая такая так что сейчас это вот к самому гостике на моем сгону в заднем плане висит картина вот она сделана с того же ракурса нарисована в общем классно мы туда наверх уже не ходили потому что с коляской с ребенком не очень удобно и внутри мы были очень давно в принципе а сейчас у меня нет особого желания туда снова подниматься поэтому прогулялись вот там территории походили посмотрели купили перекусить и сейчас вот взяли билет на кораблик и ждем пока будет наша яхта вот она Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать!